В этом уроке мы с вами рассмотрим, что такое функции, посмотрим, как создавать свои функции и рассмотрим вкратце некоторые уже встроенные функции в PHP. Функции это вообще неотъемлемая часть любого языка программирования, особенно если вы работаете над большим проектом. Например, вот вы пишете сайт и у вас там тысячи строк кода, то спустя, к примеру, неделю вы уже не вспомните, что там писали когда-то неделю назад. И функции в этом плане очень облегчают данную задачу, потому что когда вы заносите часть кода в функции и потом в нужных местах эту функцию вызываете, указав какие-то параметры, и когда ваша функция названа соответствующим образом, то есть ассоциируется с той деятельностью, которую она выполняет, тогда намного проще разобраться, что данная функция делает. И также функции служат для того, чтобы пользователь мог ей пользоваться, не вникая в то, как она работает. То есть существуют функции, вы ее вызываете, пишете какие-то параметры и вам выдают соответствующий результат, уже не вникая в код, как данная функция написана. Давайте с вами сейчас разберем примеры, посмотрим некоторые функции. Создадим новый файл, lesson8. Сохраним нашу папку php lessons, напишем функции в title, перейдем в браузер и тут вызовем наш файл lesson8. Так, давайте откроем конструкцию php. И рассмотрим сначала встроенные функции, чтобы вам было легче так понять, как функции устроены. Например, вот функция, есть такая функция date, которая нам позволяет узнать сегодняшнее число. И вот в скобках, да, вызываем функцию date и в скобках мы указываем параметры. В данном случае нужно указать год, например, вот year, да, большая, y, потом месяц, маленькая, m и день. Вот таким способом мы вызвали функцию date и сказали ей, что покажи нам год, месяц и день, вот в таком формате. И чтобы эту функцию увидеть, давайте вызовем ее, то есть через оператор hr, сделаем вывод данной функции на экран и посмотрим. Вот у нас вывелась сегодняшняя дата. Также можно вот эти вот параметры менять, к примеру, вместо m маленькой поставить m большую и тем самым мы получим уже месяц в другом формате. Также самый день можно поставить букву d большую и получим вот такую вот запись. Также этой функции можно узнать сегодняшнее время, то есть какое время сейчас, на данный момент пишем h, это мы узнаем часы и пишем маленькую и так мы узнаем секунды, то есть минуты. Обновляем, смотрим, сейчас вот 18, 29 на часах. Также вот можно попробовать, к примеру, маленькую h написать, да, и получим, что вот 0,630, то есть в формате от единицы до 12. Если h большая, то вот единиц 24, да. Дальше давайте рассмотрим с вами функцию, которая позволяет нам выяснить на экран любое число в каком-то диапазоне. Вот пишем функцию rand, на функции пишется так rand, и в скобках указываем два параметра. Первый параметр это начиная с какого числа, начинать подбирать числа, да, и второй параметр до какого числа. То есть мы тем самым делаем диапазон от единиц до тысячи. И у нас на экран вы видите рандомное число от единиц до тысячи. Давайте посмотрим, обновим, вот 404, обновим еще раз, уже 319, и так дальше, да. К примеру, поставим диапазон больше, до 10 тысяч, и числа у нас будут варьироваться уже в некотором другом диапазоне, да. Следующая функция, это функция count. Функция count позволяет нам почитать количество элементов в массиве. К примеру, у нас есть массив какой-то, а, да, массив, и в нем находятся какие-то элементы. Ну давайте числовые. Вот у нас в массиве 5 элементов. Но если, к примеру, там в массиве 100 элементов, мы их так вручную не посчитаем, да. Для этого вызываем функцию count. Давайте сразу на экран выведем, это еще. Count, и в скобочках указываем наш массив а. Ставим точку запятой и смотрим. Вот у нас вывелось 5. К примеру, еще добавим элемент, парочку, да. Будет у нас 7. Вот так данная функция работает, считает количество элементов массива. Следующая функция позволяет нам удалять переменные. К примеру, у нас есть переменные, в которой там хранится какое-то слово, да. Переменная а, в ней хранится слово. Мы ее выводим на экран. И видим, что у нас данная переменная выводится. Если же мы перед выводом, к примеру, удалим переменную функции unset. Вот так выглядит данная функция. И укажем, есть что ей удалить. То у нас на экран данная переменная не выведется. Видите, да. Потому что данная функция unset удалила перед выводом данную переменную а. И последняя функция, которую мы с вами рассмотрим, это функция exit. Функция exit пишется таким образом. Заканчивает работу скрипта в том месте, в каком вы ее поставили. К примеру, вот мы создали переменную а. В нее занесли какое-то значение. Вызвали функцию exit и все. Дальше, что после этой функции работать у вас не будет. Пускай даже у вас там будет еще создание переменной какой-то b. Там еще там другое слово, да. И вывод на экран этой переменной. Этого ничего не произойдет после функции exit. Давайте посмотрим. У нас ничего нет. Также вы можете как параметр указать какой-то текст. В кавычках конец скрипта. И мы увидим, что у нас конец скрипта, да. Мы можем вот поставить, к примеру, здесь. То есть у нас переменная а создастся с таким-то значением, выведется на экран и все. Потом скрипт закончится и дальше ничего работать не будет. Давайте посмотрим. Вот у нас слово вывелось на экран переменной а. И вывелось то, что вот конец скрипта. И теперь давайте с вами рассмотрим, как создавать свои функции. Это очень просто. Пишем слово function, функция. Потом как-то ее называем, да, пишем. Ее название, открываем скобки и открываем тело функции фигурными скобками. В скобках здесь указываем формальные параметры, которые мы будем передавать. Вот как в случае, к примеру, с функцией rant, мы передавали ей два числа. Один там, к примеру, и тысяча, да. И вот данная функция rant, она принимала вот эти значения. И в теле функции делала какие-то действия с этими числами. И мы не знаем, что она там делала, потому что, как бы, задача функции получать какой-то результат, не вникая в код, как бы, как эта функция работает. И давайте вот с вами напишем функцию. Вы сразу все поймете, к примеру, как почитать квадрат числа. И советую функции называть таким образом, чтобы они ассоциировались с тем, что они делают. К примеру, мы с вами сейчас будем читать квадрат числа, поэтому назовем функцию square. Квадрат, да. И здесь мы будем принимать какое-то одно число, к примеру, n. И с этим числом n будем считать квадрат. К примеру, создаем переменную sqr, и она будет равняться n умножить на n. Таким образом мы получаем квадрат данного числа. И в функциях нам нужно вернуть значение. То значение, которое нам выведется на экран при вызове функции. Делается так. Пишется return, возврат, и указываем, что возвращаем. В данном случае sqr. И давайте теперь вызовем данную функцию, выведем ее на экран. К примеру, еще наша функция square. И, к примеру, мы хотим посчитать квадрат числа 2. Указываем здесь двойку. Это конструкция, как только PHP встречается, данная конструкция. Он ищет функцию square, находит ее. Потом эту двоечку принимает параметр и делает с ней вот такие-то действия. И возвращает нам данную переменную с результатом данных действий. Давайте посмотрим. У нас 4. К примеру, мы хотим квадрат числа 5. Указываем 5. Смотрим. У нас 25. Хотим, к примеру, квадрат числа 543. Получаем такое число. И вот так вот можем поставлять любые числа. Принимать значение функции. На этом с функциями у меня все. Попробуйте создать свои функции, какие вам придут в голову. Поэкспериментировать. В общем, хорошенько разобраться с ними. Продолжение следует...